Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами в очередной раз поговорим о новинке от компании Poco, получившей название Poco X4 5G. Железо, производительность, камеры, автономность и конечно же цена, всё как мы любим. И повод конечно же есть, Poco официально начали промо-компанию новой модели и попутно слили в сеть вообще почти всю информацию о готовящемся Poco X4. Кстати, как я понял, в этот раз будет сразу две модификации Poco X4 и Poco X4 5G, ну а дата официальной презентации, следом и старт продаж запланирован на первые числа марта. Да, по сути ждать осталось недолго, ориентировочно две недели. Да и другой звоночек не даёт мне покоя, актуальный народный топ Poco X3 Pro, к сожалению, стал пропадать из продажи. Кино удочки нескольким популярным продавцам на Алиэкспресс и получил ответ, что новых поставок X3 Pro не ожидается. Так, модель скорее всего уже снята с производства и на её мощностях как раз таки и готовятся новенькие Poco X4. Сейчас на том же Алиэкспресс в основном встречаются, ну, менее популярные модели 8256. Модификации 628 уже практически не осталось, так что, ребят, если вы собираетесь прикупить старый добрый Poco X3 Pro, то советую сильно не затягивать с покупкой. Так, примерно через месяц-два, может и раньше, Poco X3 Pro просто пропадёт с продажи, как и в своё время практически сразу пропал и Poco X3 NFC. Но там-то, понятно, никто сильно-то против и не был, так прошка была в два раза мощнее, но при этом в плане цены была примерно равна обычному X3. А вот в случае с X4 всё довольно спорно, так как, сходя из утекших данных, многим новинка может преподнести неприятный сюрприз. Поэтому я, собственно, и говорю для тех, кто уже хотел купить Poco X3 Pro и ждёт выхода X4, так сказать, для сравнения. Лучше сильно долго не затягивать, тем более прямо сейчас с 11 по 14 февраля наши друзья из Letyshops позволят сэкономить на этом деле ещё больше. Ведь кроме того, что до 16 февраля по умолчанию на Алиэкспресс уже идёт крупная распродажа, мы сможем применить ещё и горящий трёхкратный кэшбэк. Да, ребят, сумма возврата за любые покупки возрастёт в три раза, а это до 15% в зависимости от категории товара. Например, если при покупке товара ранее вы получили бы кэшбэк в 200 рублей, то теперь получите 600 и так далее. Чем дороже товар, тем больше выйдет сумма возврата, это логично. Но если Poco для вас не актуален, могу лично, опять же, порекомендовать очень крутые и реально хорошо сбалансированные смартфоны, такие как Realme Q3s, топ до 200 баксов, Realme GT Neo 2T, опять же, один из лучших до 250 и мега жир на 888 плюс драконе со 144 герцовым экраном, Motorola Edge S30 за плюс-минус 300 баксов. Чтобы получить горящий кэшбэк, нужно зарегистрироваться в Letyshops или скачать приложение, активировать горящий кэшбэк в Али кликом по магазину, а дальше оформить заказ, как обычно. Кэшбэк придет сразу же на баланс в Letyshops, а после зачисления его можно вывести на карту или мобильный счет. Эти же деньги можно потратить на новые покупки, на те же чехлы, стекла и так далее. В общем, переходим по ссылочкам в описании, регистрируемся на Letyshops и делаем покупки с умом. Ну что ж, ребята, подводим итоги по всей информации, которая у нас есть о новеньком Poco X4 5G и Poco X4. Новенький Poco X4, утверждают индийские информаторы, получит опять же уже знакомый нам 8-ядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно MTK Helio G96. Да, чипы в целом адекватные, но будет лишь немного производительнее, чем тот же 732 G-Dragon из обычного X3. Но, честно говоря, я от новинки ожидал куда большего, но всё опять же говорит о том, что новенькие Poco X4 серии станут ребрендингом недавно вышедших Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G с небольшими косметическими доработками. Поэтому я и говорил вам минутой ранее, что двухкратного скачка в производительности, как было в поколении X3, ждать уж точно не стоит, как бы не случился наоборот даунгрейд. А вот его старший собрат будет позиционироваться уже как 5G-девайс и получит свежий 8-ядерный 64-битный чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 695G. Да, есть, конечно, надежда, что оставят более производительный Dimensity 920, но он под большущим вопросом, так подобные чипы обычно остаются эксклюзивами для китайского рынка. Да, лично я не фанат 600-й линейки драконов, так она оставила у меня, ну, не самые приятные впечатления, будь то 662-й или 665-й дракон, или же топовый 690-й. Тут как бы небольшой апгрейд опять же с этого самого 690-го. В Antutu чип набирает около 400-420 тысяч очков. За графику отвечает Adreno 619, что по современным меркам хоть ещё и адекватное решение, но уже далеко не топ. Он ставится, например, в тот же Snapdragon 750 и более бюджетный Snapdragon 485G. Но для игр на средних настройках графики его хватит однозначно. Кстати, если исходить из сухой синтетики, то графика тут процентов на 50 слабее, чем в том же Poco X3 Pro, так что для игр, даже с учётом троттлинга, он всё же будет предпочтительнее. Вот, собственно, ещё один повод Xiaomi убрать Poco X3 Pro с продажи в скором времени. Объём оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ, и накопитель, в свою очередь, будет разниться от 128 до 256 ГБ. Что же касается автономности, то новинку оснастят 5000-й баночкой с быстрой зарядкой на 67 Вт. Далее по списку идёт экран, и тут потеря в стане IPS-панелей. Так, новинка получит уже Full HD+, AMOLED-дисплей от компании Samsung с диагональю в 6,67 дюйма, с частотой обновления в 120 Гц и тачем на 360 Гц. Кто-то скажет, что это апгрейд, а кто-то с этим не согласится. Сколько людей, столько и мнений. Но в целом экран нас ждёт вполне приятный и шустрый, ну а IPS-ок в годных девайсах, увы, становится всё меньше и меньше. В качестве фронталки выступает 16-мегапиксельный сенсор от компании Sony, и это Sony IMX471, так что обещают поднять качество себя на новый уровень. Так, в Poco X3 фронталка откровенно слабая. Да и основную тоже прокачали, новинка получит датчики на 108, 8 и 2 мегапикселя, хотя у того же Poco X3 NFC был крутой 13-мегапиксельный ширик, но почему-то его решили выпилить ещё в X3 Pro. Не исключаю, что Poco ещё что-то подшаманит с модулями основной камеры, но на данный момент расклад именно такой. В целом камеры неплохие, но опять же далеко не флагманские, хотя учитывая слитую цену смартфона, я возможно зря быкую. Так, Poco всегда не были топ-камерафонами, но свою копеечку отрабатывали точно. Плюс народ всегда делал на них сотню портов Google камеры с лучшайками, доводя камеру практически до идеала. Думаю, тут будет такая же история. К дополнительным особенностям новинки могу отнести 11-й Android, может даже расщедряться на 12-й, свежую MIUI 13-й версии с фирменным Poco лаунчером, стереодинамикю, но уже скорее всего не от компании JBL. Так, они 100% останутся эксклюзивом для китайской версии Redmi Note 11 Pro, но благо звук останется стерео. Разумеется, аппарат будет поддерживать все наши бенды LTE, а также получит поддержку 5G-сетей и, конечно же, NFC. Что ж, до ценников, то тут после этой информации нас ждут ориентировочно такие цифры. За базу 628 производитель запросит от 249 долларов за версию 4G, а вот 5G-версия стартует с аналогичным объемом памяти 6128 уже от 279 баксов. Но, разумеется, в первых числах Poco проведет официальную распродажу на Алиэкспресс, где прикрепят еще и купончики от 10 до 20 баксов и сделают цену максимально низкой. Но, повторюсь, в плане производительности новые X4 будут заметно слабее X3 Pro предшественника, но зато в некоторых других характеристиках они будут поинтереснее. Ну, а вы в комментариях под этим видео не забудьте оставить свое личное мнение о нашей сегодняшней новинке. С радостью побеседуем и разберем ее по косточкам. Большущие ребята всем спасибо за поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok